Тридцатилетие вывода советских войск из Афганистана может стать поводом для переосмысления той войны. Так считают Советы Федерации. Сейчас уже не стоит относиться к ней с осуждением. Есть и рекомендации по изменению трактовых тех событий в учебниках по истории. Настал момент, когда мы уже не могли не откликнуться на просьбу правительства дружественного нам Афганистана, сказал Леонид Ильич Брежнев, отвезти от афганской революции занесенный над нею меч. Вот ради чего пришли в Афганистан советские воины. Важную, благородную службу несут в Афганистане советские воины-интернационалисты, достойные наследники героических традиций фронтовиков, люди высокого долга. Вперед вел долг. Искренняя вера в фальшивые лозунги. Это преступление, огромное преступление нашей Фотины. Те же ветераны войны, отечественные войны. Мне очень часто говорили, что ты, сопляк, куда ты лезешь, ты еще ничего не видел. Вот мы пахали там. Я это видел. Как с ребят заслуженные награды срывали. И подходили и срывали просто. Этот страшный позор, который лежит нам на нашем руководстве. Просто мальчишки, 19 лет, гибнут, гибнут. И никто не знает, почему и за что. И в будущем мы не гарантированы от повторений афганских авантюр, потому что не было публичного всенародного суда над всеми теми, кто дирижировал событиями и кто сегодня носит золотые звезды на груди и на погонах. Удивительно, как меняется представление наше об Афганистане за эти годы. Особенно после войны в Чечне, где за два года уложили значительно больше людей, чем за 10 лет в Афгане. Именно после войны в Афганистане мы начали учиться отличать человеческие ценности, нравственные ценности от политических. Душманов, маджахедов не разгромили, установить прочную власть дружественного режима не удалось. Длившаяся в два раза дольше Великой Отечественной война в Афганистане проиграна. 28 лет нам рассказывали о том, что мы там потерпели поражение, нам закладывали в голову этот рефлекс. Я никогда не соглашусь, что мы афганскую войну проиграли. Только здесь мы поняли, что на вертолете нужна бронированная кабина, а на танке неплохо бы использовать динамическую защиту. Такие результаты в теории не получишь. Зачем нам нужно быть там? Типа нам это не надо. А вот объясни, почему вам надо быть в Афганистане? И почему вам надо быть в Ираке? И почему-то им надо, а нам нет. Мы держали ценой жизни своих мальчиков мировой терроризм. Какие выводы делать? Первое, мы сейчас в Сирии находимся. Никогда никуда не выходите. Вошли, одержали определенные успехи и не уходить. Просто про Афганистан мало кто знает о нем. Вообще никто ничего не знает. Но то, что говорят по телевизору, я никогда не видел, чтобы говорили правду. Приказывали убивать. И поэтому убивали. Редактор субтитров А.Семкин